В День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в России отмечается День Семьи, Любви и Верности, один из церковно-государственных праздников. В этом году указом президента России праздник получил статус официального. В Ижевске этот день был отмечен трогательной церемонией чествования семейных пар. Субтитры создавал DimaTorzok в Браке более 25 лет. Мероприятие началось с приветственных слов представителей государственной и церковной власти в Удмуртии. Глава республики отметил, что за время существования общественной награды за любовь и верность в Удмуртии ее получили более 900 пар. Я очень рад, что в Удмуртии действительно ценностью это крепкая семья, это дети, у нас очень много многодетных семей. Ну и конечно с огромным трепетом жду этого праздника, потому что награждать пары, в частности с бриллиантовой свадьбой, датой с золотой, но это, во-первых, очень волнительно и очень здорово, во-вторых, для нас это тоже некий ориентир. К словам главы региона присоединился митрополит Ижевский и Удмуртский викторин. Не так хочется, что сегодня вот здесь номинанты этой премии, этой награды послужили примером для своих детей, для своих внуков, для своих правнуков. Вот так должно быть. Благословение Господне на вас. Так не хочется сказать, молодожены, но вы сегодня такие прекрасные, и пусть этот день вам напомнит и тот день свадьбы. А мы сегодня вас будем честовать. Вы сегодня для нас, молодожены, вы сегодня для нас тот праздник, ради которого мы сегодня здесь собрались. Затем состоялась церемония награждения супружеских пар общественными наградами, медалями за любовь и верность. Среди награжденных в этом году две священнические семьи. Это семья настоятеля Александра Невского собора Ижевска, претерия Дмитрия Леонтьева и семья клирика Михаила Архангельского кафедрального собора Ижевска, священника Владимира Андрианова. С годами осознаешь важность любви друг к другу, важное взаимопонимание, согласие. Невозможно строить отношения, если отношения не равноценные, не гармоничные. И поэтому умение уступать, умение любить, умение жертвовать, умение терпеть, умение договариваться, умение идти на компромиссы – это все то, что необходимо для счастливого семейного счастья, для брака. И, наверное, не только христианского брака в христианском понимании, но и общечеловеческого. Я так думаю, что семейные отношения, наверное, как и вино. Чем оно старше, тем оно благороднее, тем оно лучше. Но невозможно это понять, пока вот это вино не выдержано, и пока эти отношения не проверены временем, какими-то испытаниями.